Дочь Казачи Губой, супруга, страдающая от эпилепсии. Жизнь китайца по стёмным квартирам и непостоянная работа на стройке. Короткая история жизни Дауда Гудантова, который обращается к властям с просьбой помочь семье с решением жилищного вопроса. Молодой человек также интересуется, полагается ли квота на лечение дочери. Это вопрос, видеозвонок министерства здравоохранения, если получится у нас связаться по поводу квоты. Мы свяжемся сейчас, ты можешь обратиться к министру здравоохранения напрямую и рассказать тебе второй вопрос. О том, что у тебя ребёнок болеет, зайчик и бота, и где ему можно обследовать или провести операцию, бесплатную операцию. Вот это вопрос и задача министра. Молодому человеку обещали довести этот вопрос до министра здравоохранения. Семья получает пенсию по инвалидности, но этого на жизнь не хватает, так как вся сумма уходит на оплату аренды. Семьдесят пятьсот и это сколько ты хватил? По восемь тысяч? Дорогая квартира. Контакт на данный житуге, оставишься и контакт на данный. Утожним, в каком-то месте в списке на получение земельного участка. Мы походатайствуем о том, чтобы по мере возможности рассмотрели возможность твоего продвижения по списку. Ляч Гудеев из Сунжа обращается в районную администрацию с просьбой провести реконструкцию улиц, прилегающих к седьмой городской школе. Дороги разбиты, везде грязь, жалуется житель. У нас эту школу уже, как вы знаете, уже 16-й год, как ее построили. Подъезд еще облит. Абсолютная грязь. Слева, сзади, спереди. Единственное, у нас же, а подъезды еще. Школа огоражена шлагбаумами с обеих сторон, так как она располагается у проезжей. Часть аварийной ситуации здесь не редкость, особенно когда проезжают большегрузные машины. Территорию вокруг школы привели в порядок, но вот проблемы, что разворачиваются буквально в нескольких метрах, не уделили должного внимания. Вот эта улица, значит, прилегающая в школе, прилегающая с той стороны школы улицы, постоянно у нас грязь. Дети, когда грязную погоду, дождь, снег, слякоть проходят, когда обувь чистить, пока они почистят, там все, уроки начинаются, и положение у нас очень трудное. Вопрос Лячи Гудеева перенаправляют в городскую администрацию, заверяя, что компетентная сторона обязательно предпримет меры. Улица Новая Терешкова. Здесь жители жалуются на целый ряд проблем. Здесь, как мы видим, до сих пор стоит огромная лужа. И также жалуются еще на то, что не хватает газа, трубы слишком ветхие, а редуктор рассчитан лишь на 20 дворов, в то время, как здесь их уже 60. Только за пару часов Сужинской районной администрации успели принять несколько десятков человек. Все они приходят различными, но в основном социальными проблемами. Каждый год число обращающихся не снижается, но в этом тоже есть свои плюсы. Это значит, что жители доверяют властям. Как правило, у нас, конечно, вопросы обычно не очень сложные, такие довольно бытовые. Кроме того, все эти вопросы, которые к нам люди приносят, мы очень доступны. У нас в любое время, в любой день, не ожидая каких-то там официальных приемов, официальных дат, мы можем принимать. Мы принимаем действительно, даем консультации, оказываем всяческую помощь. В основном, большинство вопросов – результат юридической неподкованности жителей. Поэтому в администрации обратившимся дают консультацию, объясняют, куда, кому и с какими документами нужно обращаться. Есть вопросы, которые мы можем решить в состоянии самостоятельно, есть вопросы, которые и не по компетенции попадают к нам. Но мы такие вопросы рассматриваем, перенаправляем их в подведомственные организации, учреждения или органы местного самоуправления. Также мы используем и систему видеозвонков при необходимости оперативной связи с министерствами и ведомствами. То есть по тем вопросам, в рамках которых мы некомпетентны ответить на их вопросы. В администрации Троицкого в приемной также немало обращающихся. К примеру, старшие просят проложить тротуар и провести освещение по улице, где располагается мечеть. По утрам и вечерам добираться до нее крайне неудобно. А глава села в свою очередь отмечает, что решение проблем зависит от местного бюджета. Финансы дальше будем все улицы охватывать. У нас сейчас самая острая проблема по улице народная. Народная и Лва Толстого. Там немножко тоже метров 300. Плохое состояние. Сотни обратившихся и десятки решенных на месте же вопросов, и это только в одном Сунжинском районе. Это и есть главная цель Всероссийского дня приема граждан, чтобы каждый вопрос был услышан и не остался без ответа. Иди Роман Киева, Мэрбек Мержоев, Новости 24.